Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Ежедневно в своих видео я рассказываю о том, как можно улучшить свою жизнь за счет удаления негативного заряда, повышения качества осознанности, и за счет того, чтобы больше понимать и принимать себя, жизни других людей. Вот сегодня как раз и поговорим о принятии, потому что принятие – это такая тема, которая, опять же, разными людьми понимается по-разному. То есть кто-то понимает принятие, как это значит просто взять и согласиться, да, с чем бы это ни было. Кто-то понимает принятие – это как быть с этим, воспринимать это с удобством. Сейчас появляются и другие слова, связанные со словом принятие. Ну, само слово принятие мне очень хорошо нравится, потому что, когда у человека есть принятие, то он готов действительно сосуществовать с кем-нибудь или с чем-нибудь. То есть он не борется с этим, да, он может, например, хотеть, ну, жить как-то иначе, да, то есть если, например, возле дома лежит куча мусора, то можно говорить о том, что это не очень хорошо, и это мешает. Вот, но все начинается с того, чтобы посмотреть на это и принять, что это уже есть. То есть в данном случае, я говорю, принятие мы наблюдаем и говорим, да, такое явление присутствует. То есть мы не боремся с ним, не кричим о том, что это плохо, не ругаем того, кто это сделал, а принимаем, что это уже произошло. И второй момент – это уже происходит урегулирование этого. То есть урегулирование в данном случае – это как сделать так, чтобы эту кучу, ну, например, мусора убрать. То есть можно убрать самостоятельно, можно там пригласить своих друзей, там, и соседей вместе убрать, а можно, например, обратиться там в коммунальные службы, чтобы они это сделали. Самое главное – это действенность способа, чтобы этот способ максимально быстро и эффективно привел к результату. А уж, конечно же, если, например, там искать виноватых или кричать на всех углу, как это плохо, то это не принесет результата. Вот поэтому, когда я говорю о принятии, я говорю о том, что это действительно вариант тот, который быть лицом к лицу, лицом к лицу с чем-то и воспринимать с удобством. Вот. Есть еще такой термин, как конфронтировать, но не в плане, конечно же, воевать. А действительно, когда мы наблюдаем что-то, видим, что это присутствует, и без неудобства воспринимаем это, то есть без критики, без какого-то подавления, то есть никого нещим виноватых. И с этого начинается гармоничное сосуществование людей в мире. Когда вы можете принять что-то у себя в своей жизни, себя таким, какой вы есть, с этого момента и начинаются изменения. Потому что, когда говорят, что важно действительно понять, что есть какая-то ситуация, и тогда уже можно справляться с ней. Если вы не принимаете, например, что у вас есть негативное состояние, которое нужно улучшить, то, соответственно, вы будете говорить, что его нету, или подавлять как-то, обесценивать это. Вот. И это не приведет к результату, то есть это не приведет к улучшению состояния. Вот. А когда вы принимаете, говорите, да, я вижу, что это состояние присутствует, я наблюдаю его, и теперь я готов прорабатывать его. И вот второй шаг – это уже проработка, урегулирование, как я говорил, с кучей мусора. Вот. То есть человек может действительно взять и уладить это сам, в одиночку, либо привлечь своих друзей, знакомых, либо тех, кто отвечает, например, за эту область. Вот. У меня, например, есть вот такая вот, как говорится, хорошая способность к принятию, то есть обнаружению того, что правильно, а что нет, выявлению ошибок, и дальше уже направить другого человека к тому, чтобы исправить эти ошибки, урегулировать, улучшить ситуацию. Ведь когда человек действительно, например, кто-то не видит, что что-то есть неправильное, то если его подавлять и, как говорится, тыкать носом и говорить, вот смотри, ты там неправ, то это тоже приведет только к сопротивлению. А если как-то мягко подвести к человеку, то есть направить его внимание, чтобы он сам это обнаружил, вот тогда это и приведет к результату. То же самое я делаю в отношении умственных зарядов. То есть когда у человека накапливаются какие-то негативные состояния, будь то негативные эмоции, состояние страха, злобы, потери уверенности в себе, какие-то, ну, может быть, и болезненные эмоции, и может быть действительно психосоматические заболевания, то есть когда уже тело начинает болеть. Ведь сначала идут психические состояния, если человек пропускает это, у него начинают уже болеть тело, начинают ухудшаться состояния. А мы зачастую списываем это на какие-то другие факторы. А самый главный фактор – это психические. То есть когда человек подавлен, у него депрессия, то есть в данном случае по-русски это просто подавленность, конечно, у человека будет ухудшение состояния. Поэтому я всегда говорю, что первым делом это нужно освободиться от депрессии, то есть от подавления, кто бы вас не подавлял, будь то там близкий человек или кто-то другой, самое важное – это убрать подавителя. Вот. И второй момент – это посмотреть вглубь себя и проработать те, скажем так, душевные психологические травмы, которые у человека накопились. И для этого есть как раз процессинг. То есть процессинг – это практика, которая позволяет посмотреть внутрь себя, найти, что там, скажем так, неправильно, какие там накопились негативные заряды и уладить их, урегулировать. Вот. И я помогаю человеку это сделать, потому что я как раз проектор, да, по дизайну человека. У меня есть такая способность направлять. То есть когда человек готов, он ко мне обращается, приглашает меня, обозначаем условия работы, договариваемся о том, как мы будем сотрудничать, то есть какой будет взаимообмен за мою помощь. И, соответственно, начинаем помощь. То есть я оказываю человеку помощь в том, что направляю его, помогаю ему справиться с зарядом, убрать его. А человек помогает мне уже своим способом, будь то это финансы или какая-то другая помощь. То есть главное, чтобы это был договор, чтобы этот договор выполнялся. Вот. И таким образом, получается, мы можем вместе урегулировать пространство, то есть урегулировать то, что человек становится более здоровым, счастливым, радостным. Так он движется по пути, постепенно восстанавливая свои состояния, то есть свои истинные способности к общению, к способности справляться с проблемами, способность быть честным, открытым, справляться со своими изменениями, какими бы ни были в жизни изменения, принимать их. И отсутствие, конечно же, фиксированных идей, которые мешают человеку жить свободной и счастливой жизнью. Все это мы прорабатываем, и человек становится чистым, то есть он становится клиром, он становится полноценным существом, которое может действительно управлять своим умом, своим пространством и быть здоровым, счастливым, гармоничным. Вот такова моя цель, то есть приводить людей в такое гармоничное состояние. И это все естественно, это все этично, и это позволяет человеку действительно достигать, ну скажем так, тех состояний, которые обычные люди зачастую даже не понимают, что они возможны. А это естественное состояние чистоты для человека. Вот поэтому, когда мы говорим о чистоте, о просветлении, это все достижимо, и действительно есть технология, которая позволяет этого достичь в течение совсем небольшого срока времени. Вот поэтому, кому, друзья, это интересно, то можете писать в комментариях, хочу там задавать вопросы, если появились какие-то вопросы. И мои соцсети будут также в описании к видео, то есть вы можете написать мне в соцсетях, добавиться в друзья, я отвечу на ваши вопросы. Вот, и конечно же, если видео вам понравилось, ставьте палец вверх, там есть такая функция, показать, что видео понравилось, это поможет в развитии моего канала. Колокольчик для напоминаний о том, чтобы вы не пропускали новые видео, я их записываю почти каждый день. И, конечно же, это поделитесь видео со своими друзьями, чтобы они тоже были в курсе новых технологий, которые помогают в улучшении качества жизни. Вот, по средам у меня в 19.00 прямые эфиры, где я рассказываю более подробно о технологии процессинга, и вы можете задать прямо в прямом эфире свои вопросы, так что тоже подключайтесь. Вот, на сегодня, друзья, это все, что я вам хотел сказать. Буду рад вас видеть в своих друзьях, и до скорой встречи, увидимся, хорошего вам дня.